Номер 1161. События дня. Псалом 118, 51, 53, 61 стих. Гордые крайне ругались надо мною, но я не уклонился от закона твоего. Ужас овладевает мною при виде нечестивых, отставляющих закон твой. Сети нечестивых окружили меня, но я не забывал закона твоего. Далее объявление. Умерла у нас сестра одна, четверо детей. Но кто желает, это вот посмотрит, как похороны, что не обманывают здесь поминки. Просто прочитайте. Ну, а то ко мне заезжал тут и американец, и вот тут еще проущенных, которые плоскую землю, кто придумал это запустить такую утку, и кто поверил. Вот посмотрите. Просто останавливайте и считайте. Герасименко пишет. Это новые люди, переписка с ними. Считайте, я сейчас снег сбрасывал много с крыши и просто не считаю. Речь идет о том, на занятиях считать или нет, великий инквизитор Михаилович Достоевского. Как? Ну, я говорю, как положит Бог на сердце. Тут Андрей недоступ. Переписка со священником Филиппом. Его реакция на ролик, который называется «Тревожное состояние церкви». Вот он, Филипп. Андрей, посмотрели, а если ты не посмотрел, посмотрю. Андрей, обязательно посмотрите. Сразу еще не знаю, находящийся в прелести. То есть, все разрушили попы. Таинство все извратили. Ну, все. Просто одно, только деньги, деньги. И только начинаешь говорить прелести, прелести. Сопрели в этой прелести. Меня не видел, никогда ничего не читал. Прелести так легко языком слямзил и все, больше читать не будет, говорить не будет. Андрей старается ему показать. А он его гвоздает. Прочитайте. Продолжение следует. Это поп, говорит. А бы какую цитату провести. Люди вообще Библии не знают. Он ничего не видит, что протестантов намного больше, чем православных. И они каждый может защитить. А-то ничего нету. Людей-то ничего. Пришли, ушли. И только видно, кто задавил кого-то пьяный священник, кто дерется где-то. И друг друга сгрызают, значит. Он пытается этот Андрей показать. А он никаких. Фэш, Моты. Времена какие. Как Андрей Кураев говорит. Церковь была гонима. Но чтобы так презираема, с таким презрением, как сегодня, нет. И все это попы сделали. Гертер. Что, Гетеру любит? Не поймешь. Если какое-то место привел из Писания, вырваны из контекста, но апостол Павел везде пользуется, и святые все, нет. Зачем лапки нам суети? То есть он привел книгу где-то, они никого не принимают, попы, никого. Только сами суют, что не надо, никуда не надо. Спрашивают, почему же допускайте беззаконие. У меня бурные фантазии, далеко отстоящие от реальности. То есть он не может. Злоба ослепила глаза, как все. Исидор Пилосиот говорит. Презятость не дает здравого мышления, а злоба вообще отнимает разум. Моё мнение, которое далеко от православия. Понимаешь, они сказали, что надо крестить, заранее учить. Да чего их учить-то? Деньги взял, мокрой, пухленькой ладошкой в полбу стукнул, и всё, деньги в кармане. Обольстить или губить, или душ? А он куда? Кого Павел призвал? Пресвятировал, как назвал? Лютые волки. Говорит привратно. Таинство, крещение совершайте с полным погружением. А Филипп? Ну, ответить бы сказал нет. Нет, ваши вопросы и прочее. Боитесь ответить? У нас страшно, что начнёте на каноны ссылаться. Абортов? 120 миллионов за перестройку. Ведь это всё прихожанки. На вторую букву Алпай это названное. Полемика будет сектантской. Единственное, что, чтобы он властвовал, драл деньги, неверующие совсем попы. Вот я, который так пишет. Скажи, что такое акривия экономия. А акривия скривилась всё-всё. Экономия. Придумали слово. Одним словом, прикрылись, как динаминация конфессии, слово ересь. Так у православных. Беззаконие, экономия. То есть, всё, прощается, делай, что хочешь. Десять лет от учения канона, говорит. Он десять дней даже не даёт. Ну, беззаконники. Вот начинает мутарь, отвечает, зачем от фарисея. Оставайтесь, Бог. Два вопроса зададут. Дважды, ни один не может ответить. Лукавая. Сверх того от лукавого. От лукавого нагородил-то всё. В вашем сектантском мире. Констатация факта. То есть, ну, ничего, с пьяного будуна или что говорит. Молодёжка какая-то. Молодёжку у нас сходили, а там разбирают. И в Писании совсем не знают. Меньшиков пишет. Вот он. Здравствуйте, отец Игнатий. Я много лет слежу за вашей деятельностью. И не мог не пропустить те нападки дьявола, которым в последнее время подвергаетесь вы и ваша община. Но Бог по ругаем не бывает. Вот в интернете появилось разоблачение всей деятельности Синицкого, которого Бог подверг сраму. Его самого обличили, разоблачили. Порвали в пух и прах. И вывели на чистую воду. Хотя он даже не Синицкий, а Штнац. Так пусть это будет примером всем, кто имеет дерзновение на Божьего человека руку поднимать. Ну и далее говорит. Я ему отвечаю писами Писания. Сергей Тушенко. Приезжал ко мне этот американец, хохочет. Я говорю, он бесноватый. Даже неприкрытое объяснование. Сатана кричит в нем. Га-га-га, га-га-га, вот так. Ксения, переписка. Вот оно как называется. «Изжас Волкер вооружен Новым Заветом, Трехтомником, Столкованием Святых Отцов Церкви Христа». «Изжас Волкер вооружен Новым Заветом, Сными Больцами Христа». «Изжас Волкер вооружен Новым Заветом» «Изжас Волкер вооружен Новым Заветом, Недобом ouais, считайте как разговор шел вот так говорит он сектант и еретик а вот пишет раймонд латыш из англии посмотрел это и говори кто продажи подонок этот синический вот как он назвал а сергей господи помоги смири жену пишет батюшка тут сатаниста вообще сберели я у себя в группе выложил видео про себя синицкого как стая сектантов налетела и начали угрожать что вычислить меня подпис адресу узнаете я живу и подожгут машину если не удалю что вот как масон масоны говорят выкормыши их что я ближе всех был сергею козлов и ролик выпустили что у меня голуби воркуют рядом почитайте затормозите и считайте хоть сколько галина блеска послушала против меня выставил этот александр синицкий асин а как осознать а вот как называется кто такой александр синицкий вот два ролика вот в этот так а второй вот внизу дословно очень грамотно сильно доказывает кто он такой есть преступник насильник что отбывал два раза там и что с ним дальше было и наркоман они вот такие лезут но хорошо что на меня налез это тут мне-то это полезно я благодарю бога молюсь за него ну сейчас прошедший день говорить снег с крыши сбрасывали ролик уже поставили посмотреть можешь больше то счет вот такого еще так это вроде бы и не было за благословен господь